добрый день уважаемые коллеги дорогие друзья с вами программа вектор успеха меня зовут ильяна выкрещенов и сегодня у нас гостях замечательный человек герой россии летчик-космонавт представитель правящего совета школы 2127 олег новицкий олег викторович здравствуйте здравствуйте спасибо большое что нашли время прийти сегодня к нам мы конечно будем сегодня говорить о школе но естественно не только будет очень много вопросов о космосе и традиционно начну наше интервью с необычного может быть вопроса олег викторович новицкий российский космонавт член отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени гагарина с юных лет олег викторович интересовался всем что относилось к авиации и космонавтики за свою карьеру совершил три космических полета во время третьего полета в 2021 году олег викторович совершил три выхода в открытый космос награжден медалью золотая звезда героя российской федерации орденом за заслуги перед отечеством 4 степени медалями министерства обороны российской федерации а также часами за личное мужество имеет звание ветеран боевых действий олег викторович вы тот самый человек который находился на борту межурной космической станции вместе с актрисой юлия пересильд кинорежиссером климом шипенко и участвовали в съемках собственного фильма вызов не только как космонавт но и как актер но говорят что изначально вы не поддерживали вообще говоря полет непрофессионалов в космос можно узнать почему ну скорее сегодня не то что не поддерживал это было довольно необычно и у всех возникали вопросы как будет проходить подготовка как ребята будут работать на орбите я даже признавался им потом уже в полете что было немножко предвзятое отношение но глядя на то как они начали работать я как-то свои слова взял обратно и мы вполне успешно что отработали все это отведено на время для этого проекта с нетерпением ждем когда мы сможем увидеть но вообще я с волнением больше интересно посмотрим проверим свои эмоции но все-таки нас всех интересует конечно вопрос раз уж полетели непрофессиональные космонавты люди которые просто пошли подготовку когда наступит эра космического туризма когда мы сможем ли мы вообще на наш век хватит ли появится возможность все-таки свои детские мечты реализовать и полететь космос как вы думаете когда это может произойти но я думаю что ваш жизни вполне должна хватить потому что давайте посмотрим так за крайние годы там 15-20 лет насколько изменилась наша жизнь от проводных телефонов до смартфонов то есть беспроводная связь точно также будут развиваться динамичная космонавтика и недалеком будущем принципе на каждый будет иметь возможность выполнить туристический полет точно даже выбрать полет допустим эконом-класса на самолете бизнес-классом будем с нетерпением ждать но сколько лет 10-20 но это значит зависит от уровня развития нашей техники но судя по тому как мы развиваемся я думаю что все таки ну 15-20 лет надеюсь это даже мое только мнение хорошо спасибо что но вместе с тем вот ваши коллеги юли пересель ты режиссер они все-таки на орбите были 12 дней а почему не больше что это как-то было опасно да дело то что к сожалению в наш график не вписывались занятия по физкультуре для ребят вот у него тоже очень плотный график работы и соответственно по истечении помоги это двухнедельного срока можете чуть чуть больше начинают же происходить изменения там космос системе в кровеносной системе поэтому время полета настолько я была и ограничена всего 12 днями да я вот был недавно музей космонавтики и зашел в модуль нашей космической станции мир вот обратил внимание то что там действительно есть такая беговая дорожка где можно действительно восстанавливать свои какие-то функции мышечные ну скажем больше на поддерживать но по большому до поддерживать да но в большому счету все равно ведь на мкс и вот на ванна в станции мир достаточно ограниченные замкнутые пространства не страшно такое долгое время находиться в таком замкнутом пространстве или к этому как-то специально готовиться нужно нет к этому специально не готовится но хотя на этапе отбора и начальной подготовки у нас есть такое исследование как сурдокамера где человек находится вот мы допустим наш набор находился семьи пяти дней закрытом полностью помещение где нет у тебя ни часов нет солнечного света вот и врачи и специалисты смотрят как ты выполняешь свою работу как заполняешь выполнять какие-то тесты и выносит решение о твоей годности скажем так такой автономной работе и опять же каждый из нас готов и знает что ему предстоит и как лицать работать на орбите поэтому даже длительная экспедиция в таком ограниченном объеме она в принципе не настолько критично для состояния человека ну и сразу психологически тоже видимо готовитесь для того чтобы такой долго особой подготовки нет просто надо понимать да что ты скажем так добровольно согласился на свою работу она тебе нравится и ты понимаешь что придется полгода а вот допустим как пётр дубров и до года или михаил корниенко находиться и работать на орбите но есть известные песни таких не берут космонавты но все равно мальчишки и девчонки мечтает о том что попасть космос каких не берут понятно вот каких берут скажите просто какими качествами на ваш взгляд должен какими качествами обладать космонавт ну наверно прежде всего быть целеустремленным вот не бояться ставить все высокие такие планки как достичь своего полета в космосе может быть даже ни одного и зависимости от его таких запросов жизненных будет складываться и жизненный путь он будет такой человек хорошо учиться заниматься спортом не знаю там изучать языки изучать историю космической техники историю полетов может быть самому что-то придумать какие-то системы для станции для корабля то есть надо просто быть целеустремленным идти как-то последовательно постепенно к своей мечте ну знаете у нас москва является флагманом одним из лидеров предпрофессионального образования недавно буквально заместитель мэра в правительстве москвы анастасия владимирована ракова объявила о том что в москве будут создаваться на базе инженерных классов еще и аэрокосмические классы вот если бы вы были школьником современным московским пошли были в такой класс этого первая часть вопроса вторая часть вопроса вот в продолжении того каким должен быть космонавта вот каким должен быть учитель готовящий такого будущего космонавта насчет первого просто пошел я такой класс не знаю поскольку моя первая мечта то было стать военным летчиком и насколько вот это такие астрономические классы переплетались бы с военной техникой с боевыми самолетами тяжело сказать. Хотя в любом случае человек должен уметь и ориентироваться по звездам и как-то расширять свой кругозор. И, наверное, вместе с этим будет расширяться, как это поле выбора будущей профессии. Потом, наверное, пошел бы в такой класс. И, может быть, даже в каком-то случае жизнь бы изменилась по-другому. У нас была просто нормальная школа, не было специализированных классов. Поэтому мы шли, так сказать, более простым путем. Ну, а что касается учителя? Вот учитель, который готовит космонавтов, это должен быть какой-то особый учитель или нет? У нас, наверное, нет такого понятия, как учитель космонавта. Да, у нас есть инструктора, которые готовят уже отобранного человека по разным видам подготовки. А то, что касается детей, то, наверное, должен быть просто преподаватель, у которого самого глаза горят. Он должен болеть космосом, болеть какой-то историей космоса. Можем даже немножко какой-то научной фантастикой, чтобы у детей тоже дать такой вот толчок к мышлению. И тогда наверняка родятся на новой Королеву, Глушко, и мы еще быстрее полетим, как туристы, на любую планету. Спасибо большое. Но давайте вернемся к вашей биографии. Все-таки по образованию вы летчик-инженер. И в вашей жизни в 33 года такой переходный возраст, переломный для многих людей. Произошел, собственно, перелом. В 33 года вы стали космонавтом уже. Скажите, пожалуйста, говорят, что, во-первых, 33 года тоже такой зрелый, в принципе, возраст. И были сомнения у вас, вы не очень верили, что вас могут взять. Так вам повезло? Или это все-таки не везение? Ну, наверное, сомнений особых не было. Просто, наверное, повезло в плане того, что я именно в тот период, когда проходил 14-й набор, я заканчивал военно-воздушную академию имени Гагарина. И, наверное, какая-то последовательность была, такая жизненная, поскольку все первые наборы были из военных летчиков. И когда приехали представители центра подготовки на наше общее собрание в академию, сказали, что раньше была такая традиция, что в год набора они всегда обязательно приезжали в академию, помимо телеграмм в авиационной полке, и предлагали слушателям пройти отбор. Естественно, у меня не было такой вот уверенности, что да, вот я сейчас прямо раз и пройду. Но как-то саму себя как-то может прикрыть потом, что потом дети или моим внукам рассказывали, что да, я сделал попытку, но не прошел по здоровью, как летчик состоялся и работал дальше. Поэтому начал проходить без полной уверенности, что у меня это получится. Но как-то поэтапно, поэтапно уверенность все больше росла, пришлось немножко похудеть даже. И почти за два месяца прошел отбор. Да, но при этом есть легенда о том, что для того, чтобы вам поступить в летное училище, вам не хватало двух сантиметров роста. И каким-то образом их вытянули. Это правда? Как можно вытянуть? Можно ли себе прибавить два сантиметра роста? Ну, я думаю, это несложно, потому что если заниматься регулярно на турнике, на перекладине, то в любом случае рост идет чуть побыстрее. И действительно, да, я в Беларуси, когда был готов к поступлению в училище, на медкомиссии военкомат, именно на нашем районном, сказали, что по росту я не прохожу. И там был какой-то еще запас времени до областной медкомиссии. Я начал интенсивно заниматься и, в принципе, вытянулся довольно хорошо. И именно по этому лечению прошел потом абсолютно спокойно. А сколько времени он потребовал, чтобы так вот вытянуться? Это вообще... В какие сроки реально это сделать? Прибавить семью? Ну, я думаю, это где-то месяца 2-3 проходило между районным медицинским свидетельствием и областным. Опять же, молодой организм, что там, 17-18 лет, все еще очень гибкое, подвижное. Но это нашим родителям на заметку, если ребенок переживает, что ему не хватает роста. А пока он подросток, это можно все поправить. Действительно, турник, занятие на турнике. Или полететь в космос. Там тоже, естественно, способом вытягиваться позвоночный столб из-за отсутствия гравитации. Это тоже рост увеличивается. Интересный лайфхак. Уважаемые ребята, те, кто собирается поспать в космические классы, тоже имейте это в виду. Вы летали в космос три раза, но в открытый космос получилось выйти только с третьего раза. Вам было страшно? А как вообще справиться с волнением? Наверное, это волнительная история. Как вы справляетесь с волнением? Надо сказать, что это было страшно интересно, поскольку каждый из космонавтов, он, наверное, тоже по-своему мечтает выйти в открытый космос, потому что наша программа не предусматривает в каждом полете работу за бортом Международной космической станции. Хотя чисто технически мы готовы, морально готовы работать, мы проходим сюда тренировки. Но вот первые два полета мне как-то не очень везло в этом плане, зато в третьем я отработал за каждый полет по выходу. Получилось. Ну, а вообще, вы, в принципе, и летчик, вы же летали много, у вас действительно большой налет. Я, например, очень боюсь летать, очень боюсь высоты. Теперь я боюсь летать. Да теперь я боюсь летать. Но пассажирам боюсь летать, да. Это немножко другое. Я попытался, значит, побороть страх высоты, прыгнул с парашютом, думал, что мне полегчает, не очень мне полегчало, честно скажу. Надо чаще прыгать, просто и все. А все-таки, как бороться со страхом? Ну, не обязательно со страхом высоты. Вот, может быть, есть какой-то у вас совет, какое-то жизненное наблюдение? Ну, если говорить о том, с чего мы начали, как преодолевать волнение, да, волнение, естественно, было перед первым выходом, поскольку ты не знаешь, как себя поведешь, как пойдет у тебя работа за бортом станции, поскольку это, ну, первый такой опыт, работа именно в невесомости, над такой пропастью, что сказать, над планетой. И станция летит на скорости 28 тысяч километров в час, ты это понимаешь. Ну, я думаю, здесь надо больше как-то думать о работе, как ты будешь выполнять все поставленные задачи, их последовательность. Поскольку, по-моему, у меня мысли были именно даже не волнение, а как я себя буду чувствовать до момента выхода из открытого люка, когда только наполовину вышел, зацепился карабинами снаружи за поручнем, в принципе, все, это куда-то ушло заднепланной, в голове осталось только циклограмма выхода. Что зачем делать, куда перемещаться, как работать, и принципов больше такого чувства волнения уже не возникало. У меня такая, кстати, история была. Самое страшное было, собственно говоря, прыгнуть. Выйти. Выйти, да, выйти. А потом уже как-то все полегче. А потом уже обратно в ходе нет, одеваться некуда. Ну, нас предупредили, сказали, что вот раз вы залезли на борт, значит, вертолет нас поднимал на высоту. И обратно вас никто не повезет. Значит, у вас никто обратно не будет своим ходом. Это грамотный тоже психологический подход. Ну, то есть, надо идти навстречу своему страху и не волноваться. Да, волноваться не надо, тем более, всегда человек готовят или к прыжку, или к выходу в открытый космос. Есть еще вопрос, такой, может быть, профанный в каком-то смысле слова, но очень интересно. Вот если на борту космической станции у космонавта что-то случилось со здоровьем, ну, например, у него случился приступ воспаления аппендицита, например, или, я не знаю, там, зуб заболел, а как космонавты в такой ситуации, что делают? Требуют экстренное возвращение домой, значит, на Землю, я имею в виду, либо сами себе делают какие-то операции, либо что? Особенно, ладно, зуб, если болит, можно, может быть, обезболивающий выпить, но если аппендицит, а если там перитонит может случиться, были такие общие ситуации? Как общение цели? Ну, таких критических ситуаций не было. Опять же, у нас очень сильное медицинское освидетельствование и не только перед полетом, но и в течение подготовки. Поэтому такие случаи, они практически исключены. Вот, какие-то болезни у нас, двухнедельный карантин на Байконуре, где с экипажем, в принципе, даже никто за руку не в здоровье, старается его обходить, чтобы случайно как-то не передать какую-то инфекцию. Ну, вот, поэтому таких операций, ну, в моей памяти и не было и вряд ли будет. Опять же, если космонавт заболел, то всегда можно обратиться к медикам на Земле, то есть организовывать закрытый канал связи и ты с врачом экипажа начинаешь обсуждать какую-то проблему. На станции очень большой набор всякого вида медикаментов, медицинского оборудования, там, вплоть до УЗИ, любых органов, то есть все это можно диагностировать себя как-то, не отходя от кассы. И с другой стороны, опять же, у меня вот в первом полете и в третьем была такая небольшая проблема, у меня выпадала пломба, хотя мы готовили очень хорошо, но тем не менее материалы, которые находятся на станции, вполне позволяют как-то обезжирить, установить временную пломбу. Я с временной пломбой возвращался и проблем никаких не было. Очень интересно. Ну, а вот если представить себе идеальный день в космосе, вот ваш идеальный день в космосе, можете его описать? Может быть, он был? Ну, тяжело, наверное, написать идеальный день в космосе, если с чисто такой профессиональной точки зрения, наверное, когда ты работаешь, у тебя нет никаких сбоев, ты идешь строго по форме 24, по циклограмме работ, вот, и все эти как-то получается, срастаются, потому что у нас, естественно, бывают какие-то маленькие накладки, всегда, когда беседуешь с Землей, что-то нужно уточнить, где-то не так пошел эксперимент, не так выполняется работа, поэтому, наверное, идеальный день, когда ты тут встал, у тебя ровно все прошло, и ты вовремя лег спокойно спать с таким счастьем маленьким о выполненной работе. Хорошо, есть еще такая интересная история у космонавтов, это космическая еда. Мы все знаем, что есть тюбики, в которых, значит, сейчас они очень развитые, там очень много интересных вкусных блюд, а какое ваше самое любимое космическое питание? Ну, хочу сразу сказать, что в тюбиках еды сейчас очень мало, в основном, это сублимированная пища в пакетах, которую нужно разбавлять водой, холодной или горячей, и консервирована, то есть в банках, и металлических, маленьких, больших банках. Из нашей еды, мне очень нравится, допустим, первое блюдо, если даже дополнительно заказывать, у нас есть такая возможность, то есть борщ, супа, харчо, очень они вкусные, вполне приличные, то есть, ну, судя даже по нашему внешнему виду, не скажешь, мы там плохо питаемся, правильно? Там уже все равно ограниченный набор, а какую-то еду, которую вы едите на борту, вы на земле тоже предпочитаете, или нет? Или вам там надоедает, и вы уже на земле ее не употребляете? Нет, мне все равно употребляем, во-первых, первое блюдо, без них никуда не денешься, там какие-то мясные, рыбные блюда, очень мне нравятся, тоже употребляем, но первое время после полета хочется такого, ну, как сказать, всего запрещенного, что ли, на станции, там жареные картошки, там шашлыка, то, что ты не можешь там покушать в течение полугода. Ну, вы говорили про то, что у вас была возможность, собственно говоря, прикоснуться к подготовке космонавтов, мы знаем прекрасно про традиции первого отряда, если говорить про самого первого космонавта, Юрия Алексеевича Гагарина, представьте, если бы вы с ним встретились, что бы вы у него спросили? Да, это была бы такая интересная встреча, но это применимо к нашему нынешнему времени, надо спросить, Юрий Алексеевич, почему вы как-то, посещая столько стран, не объяснили им, что нашу страну санкциями не сломать, что у нас самая сильная нация, самый очень мощный народ, я думаю, если в это пошло чисто времени и отношения, как космонавтам, к нашим людям, то сейчас бы столько проблем у нас не было. Интересно. Ну и сейчас я предлагаю немножко перейти от разговора о космосе к разговору о школе, и вообще о воспитании наших ребят, но сначала давайте поговорим о правящих советах, вы возглавляете правящий совет школы в 2127, как вам пришло такое предложение, почему вы согласились, и что вообще для вас работа в правящем совете, работа в школе? Ну, согласился я, наверное, после того, когда приехал туда на выступление, у нас это практикуется, когда космонавт, выполнивший полет, ну, чаще у нас презентации, приезжает и рассказывает, допустим, школьникам или студентам о своей работе, показывает фотографии, какие-то видеосъемки, может быть, как-то, чтобы заинтересовать ребят на выбор профессии, или хотя бы, даже как я вот говорю, если хотя бы один парень бросит курить, то уже это поездка, и вся эта проведенная лекция уже прошла не зря. И потом мне коллектив школы предложил войти в управляющий совет. Ну, я не знаю, сначала немножко сомневался, то есть, чем там заниматься, и как что делать. После объяснения таких моих функций, я, в принципе, согласился, поскольку все-таки интересно работа, работа с детьми. Вот. И с тех пор мы как-то работаем уже вместе. Но есть ли какие-то интересные инициативы, которые возникли в правящем совете, они, может быть, были реализованы в школе, может быть, какие-то поездки, экскурсии, может быть, еще что-то? Ну, я так понимаю, что там не надо как-то делать такое что-то сверхъестественное. Допустим, даже выделение отдельного здания под начальную школу, это уже хорошо. Оформление каких-то классов, допустим, оформление коридоров с какими-то интересными фактами для того, чтобы дети более увлеченно читали. Для старшеклассников это иллюстрация достижений там науки, техники. Это все отражается потом позитивно на отношении человека к самому процессу обучения. И я считаю, что это здорово. Причем, такие предложения делают сами ребята. Вот это очень важная история, потому что где-то, может быть, года полтора назад обсуждали развитие правящих советов, в том числе со школьниками, и один из ребят нам сказал, что у нас роль у школьников в правящем совете такая декоративная. Вот мы, вроде как, присутствуем, смотрим на учителя, как они голосуют. Ну, и мы, вроде как, также голосуем, что у нас реальной возможности, так сказать, свою инициативу проявить нет. Мы с тех пор очень здорово озадачились этой проблемой, вот, и решили, что, конечно, надо сделать максимум возможным, чтобы действительно ребята в правящем совете, чтобы у них появлялась возможность какие-то свои инициативы реализовывать. У вас в правящем совете вообще ребята активны, у них есть возможность такая, какие-то свои предложения сделать? Есть, есть, опять же, с подачи ребят, организовался такой аэрокосмический класс, в котором будут, скажем так, ну, довольно как это, условно, когда готовить космических инженеров, то есть, в каком-то техническом плане или плане расширения кругозора, вот, заинтересованные ребята будут проходить какое-то обучение, подготовку, и, как я уже до этого говорил, наверняка, кто-то из них пойдет дальше других, станет выдающим конструктором, там, не знаю, там, кораблей, двигателей, систем, и, опять же, вот, то, что со своей стороны хочу сказать, что очень удобно быть, наверное, в управляющем совете, когда твои дети не занимаются в этой школе, то есть, ты такой независимый человек, и можешь объективно смотреть на вещи, как работают и что предлагают ребята, как работает коллектив школы, когда нет прессинга ни со стороны родителей, ни со стороны коллектива, то есть, все решения, они как-то там разрабатываются и выносятся очень на хорошем, доброжелательном уровне. На сайте школы, в управляющем, в которой вы возглавляете, опубликован список топ-100 книг, которые должен прочитать каждый. А вот если бы вас спросили о том, ваш личный топ-5 книг, вот какие 5 книг обязательно должен прочитать на ваш взгляд каждый человек? Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, допустим, мне нравятся книги и нравились, которые показывают, допустим, стремление людей к выживанию в любых условиях. Это, допустим, даже роман Жюльвера «Наинственный остров», когда колонисты попали туда и, в принципе, с нуля, от одного стекла от часов начали себя разводить огонь, искать пищу. То есть не пали духом и, в принципе, продержались очень долго. Я бы порекомендовал, наверное, книги обязательно прочитать про Великую Отечественную войну. То есть у каждой они могут быть свои. Мне очень нравятся книги про ведение партизанских действий на территории Беларуси, когда, в принципе, не кадровые военные поднимались, организовали отряды, защищали свою землю, свою родину, своих близких, как работало подполье во всех городах. Наверное, как летчик порекомендовал и бы почитать, кто будет выбирать профессиональный летчик, книгу «Их позвало небо». Тоже, когда простые ребята, просто увидев в небе самолет, начинали готовиться, достигали больших высот и в мастерстве пилотажника, и на высоком командирском уровне. Ну, наверное, обязательно нужно читать нашу классику. Тоже Лев Николаевич Толстой тяжело осилить четыре тома, но их надо пройти войны и мира, иначе, если мы потеряем свою историю, то у нас не будет своего будущего. Вопрос про историю, про бережные отношения к родине. Скажите, пожалуйста, вот на что у нас сейчас снова, и слава богу, что это так, вопросы воспитания, вопросы воспитания, в том числе патриотизма, любви к родине, становятся одним из ключевых вопросов, которым занимается образование, которым занимается школа. Как вот вам кажется, на что в таком патриотическом воспитании, вообще воспитании ребят нужно приезжать и обратить внимание в школе? Ну, я абсолютно согласен, что в последнее время именно тема патриотизма очень часто поднимается и поднимается правильно. Наверное, в этом плане нужно брать пример наших, ну, как назвать их, партнеров с западной стороны, которые действительно на всех уровнях говорят о патриотизме к своей стране. У нас в какой-то период это было как-то немножко, наверное, заброшено, все отошло своим чередом, все посчитали, что у нас и так патриотово достаточно и ничего об этом говорить не надо. Но, как показывает время, что нет, нужно говорить об истории, нужно говорить о подвигах своих дедушек, бабушек, говорить о Великой Отечественной войне, считать, и это правильно, что наша страна для нас, по крайней мере, самая лучшая, самая мощная, и она должна быть в своих территориальных границах, что никто не имеет права диктовать нам какие-то условия. Нужно любить свою землю и, в принципе, не бояться там менять профессию, если нужно пойти ее защищать на любом помощи, или гражданском, или военном, чтобы дети наши, начиная, не знаю, с какого возраста, но со школы, грубо говоря, уже гордились, что он россиянин, что он живет в этой стране. Спасибо большое. Но вот вы герой России, вы для ребят являетесь одним из примеров такого искреннего отношения к своей родине. Как вам кажется, что вы считаете для мужчины самыми важными качествами? Вот, что бы вы могли подсказать нашим ребятам, которые сейчас точно смотрят этот эфир, какие советы дать? Какие качества мужские вы считаете самыми главными? Ну, наверное, это умение принимать решения быстро, четко, правильно, не бояться ответственности за принятое решение, всегда доводить их до конца. И, опять же, быть всегда, наверное, честным и откровенным перед собой, прежде всего, перед своими товарищами. И, наверное, как-то идя по жизни, никогда не идти по головам своих близких, а достигать все своим трудом, своим умом. И тогда, ну, у человека будет все, я покажу, у мужчины будет все получаться. И мужчина, он, прежде всего, защитник, то есть должен быть всегда защитником для своих близких, для своей земли, для своего народа. Спасибо большое. Ну, вот, все в детстве, мы возвращаемся к теме космоса, так или иначе, все равно, вот все в детстве, мальчишки, девчонки, особенно мальчишки, конечно, мечтают стать космонавтами, мы мечтали, но остановились-то немногие. И часто бывает, что родители сталкиваются с тем, что их ребенок фантазирует о том, кем он будет. Кто-то там мечтает стать величайшим боксером, кто-то, конечно, мечтает стать космонавтом, вот, и так далее. Как родителю, стоит ли поддерживать такие фантазии своего ребенка, либо стоит прагматично сказать, нет, слушай, это, конечно, удел немногих, давай мы с тобой, значит, хорошую профессию получим, вот, и это будет, по крайней мере, надежно. Или стоит вот поддерживать такого рода фантастические, фантазийные, может быть, устремление ребенка. Как вам кажется? Я считаю, нужно обязательно поддерживать, потому что любая детская фантазия, она опирается на что-то, да, и неважно, какую профессию потом будет выбирать. Если ему нравится эта профессия, нравится работать, он будет идти и совершенствовать в ней, ну, с большим интересом. И мы же всегда говорим, что это маленькое счастье приходить утром на работу, на любимую работу, и потом также с радостью идти к своей семье. Поэтому, чтобы детская фантазия оплатилась, нужно просто как-то ребенку помочь, что-то было неголословно как-то такое, что да, ну, хочешь учись, хочешь нет, рассказать какие-то перспективы этой профессии. И он тогда с большим азартом, с большим интересом будет как-то расширять свой кругозор, углублять знания именно в этом направлении, сдаст экзамен, поступит в высшее учебное заведение и там станет великим человеком именно вот в своей профессии. Всем интересно, а каким будет следующий шаг в освоении космоса? Вот в течение... Ну, мы поняли, что космический туризм нам светит. Конечно. Мы будем этого ждать. А что еще в течение ближайших 50 лет? Как вам кажется, как будет развиваться вообще освоение космоса? На любом случае, я думаю, развитие пойдет у нас от того, что нужно создать какой-то очень хороший, мощный двигатель. Вот. И уже в зависимости от этого мы будем как-то, наверное, скорее всего, собирать большие корабли на орбите станции и уже именно с орбиты станционной выполнять полеты в более дальний космос. И в любом случае у нас есть хорошие конструкторы, есть такие умы, о которых можно только мечтать. У нас же получается за какой-то период, пускай лет за 20-25, жизнь кардинально изменилась. Вот в бытовом плане сколько хорошей техники возникло, там, бытовой или там, аудио, видео. Точно так же развивается космонавтика. Единственное, что сроки принятия каких-то решений, они будут растянуты из-за испытаний, из-за надежности. А надежность наших кораблей и наших систем, она очень высокая, она практически близка очень к единице. И как бы наши корабли не были, ну, по сравнению с партнерки, может, как-то более просто как выглядят, но в плане работы и вот аварийный старт Алексей Овчин это показал, то есть они очень надежные. И только из-за этого я считаю, что мы немножко не так динамично развиваемся. А так, в принципе, через какой-то период времени мы вполне сможем спокойно выполнить полет там, в любой, конечно, нашей галактике. А будем колонизовать планеты, может быть? Ну, колонизовать, я не знаю, есть ли там смысл, но, по крайней мере, изучать их и брать что-то полезное оттуда наверняка, да. Спасибо большое. В одном из интервью вы сказали, только в космосе осознаешь, что на Земле есть вещи, которые делают тебя счастливым. А что делают счастливым Олега Новицкого? Ну, опять же, наверное, откладывает нынешний обстановка, что делать счастливым человека, и меня в том числе, наверное, прежде всего, мир на Земле, поскольку космонавт, когда работает на орбите, мы не видим границ между государствами, мы не видим воин, мы видим просто нашу планету, на которой мы живем, пользуясь ее благами. Поэтому у многих, и в том числе, немножко меняется менталитет, вот после полета, что людям не хватает на Земле, когда можно просто жить и радоваться. Меня, как делать счастливым, когда счастливы мои дети, когда здоровы родители, когда, допустим, нет предательства среди друзей. То есть, такие элементарно простые вещи, но они делают нас жизнь более насыщенной и счастливой. Спасибо большое. У меня есть еще в завершении нашего общения есть три коротких вопроса, на которые я попрошу вас тоже задавать короткие ответы. Ну, давайте попробуем. Итак, чего нельзя делать в космосе? В космосе нельзя курить. Если бы вы не стали космонавтом, то какую профессию выбрали? Или летчиком бы вы не стали? Не летчиком, не космонавтом. Какую профессию вы бы выбрали? Ну, наверное, судя по детским гневам, тогда, наверное, моряком дальнего плавания. Ваше любимое место на Земле? Белорусский лес. Спасибо большое за эту беседу. Герой нашей программы, летчик-космонавт, герой России, и председатель управящего совета школы 2127 Олег Новицкий. Олег, спасибо вам большое за то, что нашли время. А впереди нас ждут новые эфиры, новые герои, которых объединяет одно очень важное обстоятельство, одно очень важное качество. Все они являются членами управляющих советов московских школ. Все они делают свой вклад в то, чтобы в каждой московской школе самые полезные, самые интересные для школьников инициативы получали свое рождение, свое развитие, свою поддержку для общей пользы. Большое всем спасибо. Всего доброго.